Дорогие друзья и враги начнутся, потому что они не могли не начаться. Это было ясно, мне это было ясно 20 лет назад, поэтому я написал в 2003 году статью «Москва-третий рейх», не «Третий рейх», «Третий рейх». Ее опубликовали в Коммерсанте. Написал ее в ноябре 2003 года, в декабре ее поставили на сайт Коммерсанта и в январе 2004 года в печатный номер, первый январский номер 2004 года. По-другому закончиться это и не могло. Кто умеет мыслить, а кто умеет мыслить, тот это понимал. Значит, что нам нужно сейчас знать, понимать, и как относиться к тому, что происходит и будет происходить. Самое главное, заранее несколько понимать, что будет происходить. Конечно, плохо, что даже если умные люди все понимают, то мы живем в контексте дураков и вынуждены страдать вместе с этими идиотами. Но другого варианта нет, поэтому если уже все произошло, все страшное, дикое, отвратительное, подлое, и это случилось, значит, плакать поздно, печалиться поздно, смеяться, радоваться, ну, конечно, это неправильно, но здесь уже надо другую эмоцию. Все равно это должна быть витальная эмоция, не пораженческая. Я больше всего переживаю за отдельных хороших людей. Но понимаете, когда вот целые какие-то группы, огромные населения, там столько, простите, в каждой группе дерьма, что иногда и не жалко. Тем более, что они как раз такие и ждут, и хотят, терпят войны, революции, грабежи и прочее, прочее. И, конечно, война все спишет, поэтому есть те лузеры, неудачники, подонки и прочие, которые у них в жизни не удалось, и они будут списывать, вот, ну вот, на нас же напали, или вот мы были вынуждены напасть или защищаться, или нас спровоцировали, мы напали, или вот и так далее. И война все спишет, это, конечно, самое отвратительное. Такие есть, но мы сейчас не о них, мы о нас, но и в том числе, так сказать, понимая, кто нас окружает. Конечно, все те ошибки, которые совершаются в мировой истории, они накапливаются как снежный ком, и они несутся вниз. Поэтому все войны, все захваты адекватной, неадекватной Российской империи, они, естественно, грузом на нас висят, и, естественно, тянут всегда вниз. Абсолютно безумная идея создать вот этот конгломерат, противоречивый коммунистический Советский Союз, она была безумной, и мы сегодня переживаем вот это, вот это, так сказать, ну что ли, истерику живого трупа СССР. При этом ясно, что бывшие части вот этого, так сказать, разложившегося монстра, да, они же какие гниют, какие еще, знаете, так, шевелятся отдельно, как вот у Франкенштейна, и то, что сегодня происходит, оно могло произойти в 90-е годы, вот эта дележка имущества разведенной пары, но не произошло, потому что, скажем так, муж или жена этого, как хотите, но, в общем, не было сил, потому что жрать быдлу нечего было жрать. А когда плохой бездуховный Запад накормил местное быдло, то есть прислал гуманитарную помощь, американцы присылали, натовцы присылали, присылали машины иностранные, кафе нам здесь создали, банки и так далее, и это быдло почувствовало, мы же, а, какие можем, все, да мы вас и так далее, ну вот, и от этого уже что, а мы, хочу быть не столбовой дворянкой, хочу владычицей морской, да, и потом у разбитого корыта. И это 100% будет. Разбитая корыта неминуемо. Конечно, сначала, сейчас, да, накопили нефтяные деньги, огромное количество рабов, можем захватить что-то, мы можем захватить что-то, провести парад, концерт, радость, и снятая, и, так сказать, срежиссированная, и настоящая, и так далее, но что потом? Вот всегда надо думать, что потом. Именно этим я занимаюсь и рассказываю, что будет через 10-20 лет, рассказываю западным товарищам, да, что их просто съедят дикари, как и едят, режут террористы, исламские террористы и так далее, уничтожают, вы понимаете? Я это рассказываю, вот, как я смог уже, так сказать, что-то публично говорить, 17 лет, я предупреждаю об этом, да, не слушают, здесь не слушают, так сказать, другие предупреждения, ну, вот не учатся люди, не учатся люди, приматы, не учатся, вот сначала война, разруха, и поют, только бы не было войны, проходит немного времени, всё забывается, и уже ждут новую войну, потому что вот, вот такие, большинство. И я сказал, что будут восторги, радости и срежиссированные на пошлом пропагандистском ТВ, и самые настоящие, потому что если мы берём Украину, то, конечно, как я и говорил, ну, не сложилось, не сложилась серьёзная концепция государства, нет тех кадров, которые могли бы консолидировать, придумывать, придумать, так сказать, ту систему жизни не только ценностей, а и, так сказать, материальных, так сказать, выгод, которые бы могли объединить общество, и чтобы это было всем выгодно, а не каждого хата с краю. Вот, и, конечно, я вас уверяю, что на территории, в которые будут входить наши богоспасаемые войска, там будет не только ужас сопротивления, там будет и те, кто совершенно искренне будет приветствовать, и будет снимать камеры, и там не только такие, знаете, ну, совсем плохие, там есть те, кто не видят, не видят порядка, не видят прогресса, не видят ничего, они, правда, не понимают, что с другой стороны абсолютно то же самое, но они сначала будут радоваться некому изменению, потому что люди живут так плохо, что хотят уже любого изменения. Это так, история это всё знает. Когда, ну, совсем всё тускло, хоть чего угодно, хоть войны, хоть чего угодно, главное, чтобы поменялось, не понимая, что за этим следует дальше. И, конечно, первые, кто предадут или Украину, ну, или если бы вступили более, так сказать, сильнейшие войска в Россию, то здесь бы предали, это, конечно, квасные патриоты. Вот те, кто больше всех были обклеены, значит, украинскими флажками, или здесь российскими, те первые сдадут. И, конечно, будет, вот, вы знаете, стоит какой-нибудь такой квасной патриот украинский, который, ну, все эфиры пел там, как это у них, «Девлюсь я на небо», там «Дай думку сгадаю», да, и после вот он поёт «Девлюсь я на небо», и после этого «Широка страна моя». Моментально, про страну родную будет петь моментально, вы ещё даже не успеете, так сказать, опомниться, он уже поёт другое. То же самое здесь. Когда всё рухнет, оно точно рухнет, да. Здесь то же самое. Вот все эти бляди, которые, значит, пели, ну, такие гимны, и Путину, играли все классных патриотов, они будут петь, вот какие придут, китайские песни, китайские, американские, выучат американские и так далее, моментально будут петь. И в этой связи я хочу обратиться к, значит, аудитории, обязательно делайте, как это называется, скриншоты, да, скриншоты, называется скриншоты постов в соцсетях, в русских, вот тех, кто радуется, значит, признанию ДНР и так далее, тех, кто празднует невероятно все эти события, радуются наступлением, войнам, обязательно делайте скриншот, потому что они их будут обязательно через какое-то время удалять. А вот этого нельзя допустить. Я хочу, чтобы этих героев знали все в мире, не только у нас, но в мире. Вот такое огромное желание. Поэтому обязательно сейчас этим займитесь. Плакать и переживать абсолютно бессмысленно, потому что поздно и контрпродуктивно. Сейчас надо быть бдительными, внимательными, беречь друг друга, своих друзей, родственников, компанию, да, свою, ближний круг, потому что другого у вас не будет, вот эти большие слова, значит, как это народ и прочее. И вот это мы все знаем, чего стоит. Стоит это, к сожалению, на практике, за всю мировую историю недорого. Дешево это стоит и очень... И ведут себя как дешевки. Идут себя как дешевки. Как я говорил в том ролике, который недавно записывал, выставляли ребята, я объяснял, что вот сравнивая происходящее с своим характером и своей страстью к коллекционированию, я объяснял, что вещью любой, неважно, страной, там, или женщиной, которая нравится, или мужчиной, которая владеет. Тот, кто может, хочет, неважно от ума или от безумия, больше заплатить. И вот Украина, которая между Россией и Западом, владеет тот, кто может за это больше заплатить. В том числе жизни, естественно, не своих, а рабов и так далее. Плохо, страшно, страшно. Но другого варианта интерпретации реальности, к сожалению, научной интерпретации нет. И надо понимать, что игрушки... В это нельзя играть. Потому что если для леваков на Западе это игра, то здесь это действительно полное, может быть, там, маразматическое, это как угодно говорить, но это прямо серьезная, безумная страсть, которая мне эмоционально непонятна. Я понимаю, это эмпирически, я это вижу, анализирую, и просто вам сообщаю. Вот это вот такая страсть, страсть обладания именно почему-то вот у Украины. И, ну что, если обсуждать это с точки зрения моей профессии, историка, военного историка, ну, будем надеяться, конечно, сказать страшно и, может быть, даже неправильно, но, скажем так, если, как наверняка планируют наши замечательные в погонах, ух, я их знаю много, много столетий, много десятилетий, знаю этих ребят в погонах, знаю уровень их невероятного интеллекта, предусмотрительности, вот какой-то слаженности, да, только вы не падаете со смеху, слаженности, исполнения какого-то плана. Вот если, как они, мне представляется, но они, наверное, планируют, чтобы прямо вот дотуда дойти, быстро, желательно за сутки. Естественно, провести парад, концерт с использованием людей-артистов, вот, и раньше-то были талантливые при совке. Какие были эти действительно мастера, в прямом смысле, да, они были политические проститутки, проститутки, но это были мастера искусств. Сейчас просто дерьмо. Значит, мой концерт с использованием дерьма, сцена, микрофоны, выступает дерьмо, радуется, стоит, будут стоять, как свадьба в Малиновке, переоденут, это все, наденут на себя совершенно новые шапки, кокарды, все, уверяю, переоден, кто сейчас больше всего кричит за, там, слава Украине, те первые будут кричать слава Путину. Вот, будет вот этот концерт, эту всю гадость, будут в толпу, толпа будет радостно, это жрать, это все будет, понимаете. Вот что будет дальше, вот это хуже. Потому что дальше можно, а это точно, увязнуть, получить изоляцию. Нельзя начинать такую активную внешнюю политику в ситуации, когда в России не решен, ладно, национальный вопрос, он у нас был давно не решен, а ведь добавилась еще фактически оккупация дикарями, ну просто оккупация дикарями. Это происходит во Франции, в Англии, в США, в Бельгии, в Швеции, везде. И то же самое у нас, и те меже, и те же каждый день совершают дикие, значит, преступления, теракты, и так далее, и так далее. И в этой ситуации, когда в тылу катастрофы, нельзя заниматься авантюрами во внешней политике. Пожалуйста, решите здесь, вот к нашему я обращаюсь к правительству, вы решите здесь, чтобы здесь русским людям было хорошо, удобно, комфортно, чтобы их здесь не избивали, не насиловали, не обкрадывали, не мучили, чтобы здесь русские люди в Москве, Петербурге, в Ростове, в Нижнем Новгороде, везде могли ходить, ну хорошо, по-человечески, понимаете? То есть, вот, я повторяю, я не пацифист. Если вы знали, ну что же, я не хочу в связи с своими огромными историческими знаниями поменять какие-то границы, переиграть историю, переиначить ошибки исторические, так сказать, сделать всё получше, да, у меня, вы знаете, этих мечт гораздо больше, потому что у меня больше знаний, чем у товарища любителя истории, да, и, но я понимаю, что на пути к реализации этих мечт, там же, под кровь и огромные жертвы, об этом надо помнить и думать, а не только о себе. И, возвращаясь к вероятным, как мне представляется, планам, ладно, если они, как они, мне представляется, возьмут всё быстро, за сутки, за двое суток, и малой кровью, это одно, кровь будет потом, постепенно, да, но, вот, зная наших изумительных умельцев, вы понимаете, я же их так знаю, я про них тама пишу, вот, просто огромные палеанды, вот, если не согласованы, или если не рассчитают, или если, вот, будет на 2 градуса, вдруг неожиданно, кто бы мог подумать, весна приближается, на 2 градуса меньше, 2 градуса меньше, это гусеницы чуть медленнее, понимаете, а если кто-то празднует, какую-то дату государственную, он же ещё может выпить, как атаман Платов, перед Бородинским сражением, выпить, и вовремя не встать, или вообще не встать, может такое, может такое быть, вы понимаете, и рассчитывать, как рассчитывали в 14-м году, потому что ему же неправильно подсказали советники, только войдёшь, и сразу все перейдут на сторону, ну, скорее всего, сейчас уже доведённые нищетой и дуростью многие перейдут, а кто-то, представляешь, и не вовремя, и не сразу перейдёт, это же лишнее промедление, это увязка, не завязка, может где-то не получиться, а чем больше крови, тем больше вы врастаете в реакцию, соответственно, международного сообщества, ладно, можно на него наплевать, там безумие левацкое, но вы врастаете в необратимую месть, вы хотите получить эту месть? Вам сейчас не важно, вы великие тактики, но не стратегии, но я объясняю, что в военном деле и в гражданском строительстве есть не только тактика, всегда надо думать стратегически, что будет потом, поэтому я повторяю, а вдруг маленькой, победоносной не получится, вернее, она может получиться в первые дни, и потом все это обернется коллапсом, потому что где тонко, там и рвется, а у нас в России тут тонко, там тонко, и так далее, и так далее. Окупация дикарей, нерешенный национальный вопрос, полная зависимость от Запада в плане высоких технологий, информационных технологий, простите, запчастей для самых необходимых в стране бытовых и стратегических вещей, но кто же об этом думает, когда есть вот эта безумная страсть, вот никто не думает, а там и мало кому вообще, так сказать, думать, кто пытался тут бояться, ну не то, что думать, а просто публично бояться, того, так сказать, нет, ты с нами будешь сидеть на скамье потом, это была потрясающая сцена, я много чего видел, знаете, ужасы, всякие войны, мы уже все это видели, но вот какой-то такого еще параллельной фарса, это может быть было раньше, но это не снимали, сейчас все это уже и снимают, показывают, выкладывают, это новое, это новое. Что? Значит, происходит катастрофа, она была одновременно и непредотвратима, и ее можно было предотвратить, то есть, столько было сделано исторических ошибок, что это нельзя было сбежать, но если бы вот вовремя подумать, когда я сказал 20 или 10 лет назад, 5 лет назад, 2 недели назад, я же говорил, подумайте, значит, не подумали, некому и нечем, значит, тогда, если не думать, тогда, конечно, необратимы, как мне говорят, ну, вот хорошо, вот вы много лет говорите про проблему с дикарями во Франции, в Италии, в Англии, а что же делать, как ее решить, вот так нельзя, потому что это нарушение прав человека, я говорю, вы знаете, вот если не решать проблему, ее нельзя решить, ее можно решить, если решать, вот решение, но оно вам не нравится, понимаете, поэтому, не скажу, я бы не поддержал, потому что это все равно кровь и ссоры с людьми, но если бы вы решили все проблемы внутри России, и здесь был бы рай и город-сад, тогда можно было бы подумать про излишество внешней политики, а не решено, а может быть, поэтому и внешняя политика агрессивная, поскольку режим, который становится банкротом, но он вынужден отвлекать, и если бы в 80-е годы СССР, вот было два пути в 80-е годы, либо СССР начинает Третью мировую войну и еще как-то держится немного, как Северная Корея, потом полный распад, либо, то есть, как случилась перестройка и такой распад мягкий, и вот сегодня мы переживаем как бы второй вот этот вот сценарий, сценарий СССР, который в 90-е годы как бы кровавый почти избежали, а сейчас мы в него все равно вляпались, потому что нельзя было вообще создавать вот этого монстра безумного, нельзя было это делать. Любые ошибки в прошлом, они становятся как бы бесконечными, они продолжаются всегда, они могут стираться, знаете, как ластиком, но след все равно виден, все равно виден. Никто никому не хочет уступать, и никто не хочет брать на себя настоящую ответственность, не то, что, знаете, послать издалека, из бункера кого-то умирать, да, а взять действительно вот по-настоящему, за всех, за все стороны ответственность решить по-человечески вопрос. По-человечески никто не хочет. Все, вы знаете, я атеист, а все эти, кто начинают войны, они страшно верующие. Они просто, ну, перемоленные, перекрещенные всеми возможными, да, вариантами. И смотрится это дико, вульгарно, и вот на ком точно там нету никаких этих заповедей, это точно на них. И это надо помнить. Более того, еще в 14-м, 15-м, 16-м году я говорил, бессмысленно ходить со всякими там хоруговыми и так далее. Бессмысленно разбивать лоб озим в связи с древней мифологией. Вы должны заниматься умом, образованием, просвещением, высокими технологиями, чем угодно. Хоть деревья сажать, хоть танки делать, но чем-то реальным, вы понимаете? Чем-то реальным. А иначе у нас будут вечные комплексы и истерика агрессивная здесь. Вечная свадьба в Малиновке, значит, на Украине, потому что, да, вот это будет вечно, поменять папаху на что-то другое. То одни придут, то другие, потому что нет концепции, у всех хата с краю, никто не хочет выстраивать нормальную городскую, не хуторскую цивилизацию, никто не хочет уступать все друг друга, ненавидит, так не выйдет. Это всегда будут использовать внешние враги, это нормально во внешней политике. Поэтому, то, о чем я говорил в прошлом ролике по этой теме, безусловно, огромная вина на российском режиме в том, что происходит, огромная, но также вина и в том месте, которое настолько слабое, что, ну, понимаете, оно не то, что провоцирует, но это соблазн. Видите, как хорошо где-то выиграть, если у других не получается, там не надо трудиться, то можно просто что-то вот взять, подарить, показать, вот, как вот какой-нибудь глупый парень дебильный, перед девкой, значит, выкабенивается, да, вот я, какой крутой. Даже быстро, это же не то, что написать книгу, что-то создать, смастерить, вот, вырезать из малахита какую-нибудь, как здесь, шкатулка 19 века, это же трудиться надо, и можно практически без труда. Это соблазн. Поэтому со всех сторон должны быть, в общем-то, вполне себе обороноспособные, сильные и, как, успешные территории. Вот, ведь, простите, Украина, которая сейчас во все эти двери стучится, но это же не, это не Сан-Марина, это не Люксембург, это огромная территория с значительнейшим населением, с серьезными, так сказать, ресурсами, так или иначе. И если за столько десятилетий не смогли отстроить систему, которая могла бы сама себя обеспечивать, защищать и так далее, значит, это прежде всего проблема, конечно, Украины, как и у нас наши проблемы тоже. У нас очень сходные, просто у нас есть там нефть, газ и прочее, прочее. Убери это, будет практически то же самое. В этом смысле очень похоже. Очень. И во многих местах даже неотличимо. Ну что, вот это я записываю в междометии, когда, ну, с одной стороны, как бы, все это уже началось, но еще, скажем так, крупные военные операции не стартовали. То есть, мы все их понимаем, но они пока не стартовали. И я повторяю, сейчас уже, значит, охать, ахать, бегать, переживать, это все поздно. Это надо было делать интеллектуально в те моменты, когда я публиковал много лет назад свои статьи, ролики и так далее. Но в те моменты вы маялись дурью, смотрели сериалы, снимали, кстати говоря, на Украине российские сериалы, там, потому что дешевле нашему, значит, быдлякам сериальным сниматься было. Концерты были замечательные, наших бездарных артистов, псевдоартистов. Это все, это же все было, да, но читать-то что-то, так сказать, и думать, и предпринимать, это же сложнее. Вы все шли по легкому пути. Затем народ Украины незалежной проголосовал за клоуна, за придурка, за просто сиплого урода, который клоун. Нельзя в ситуации ну такой катастрофической опасности и распада, не то что распада страны, а несформулированности страны избирать клоуна. Это катастрофа. Вы понимаете? Ну нельзя все свои проблемы перекладывать, что война все спишь, что вокруг все плохие. Это как у нас, как в России. Вот вокруг враги все плохие. Как будто мы ни в чем не виноваты в своих проблемах. Мы и виноваты. Только не я, потому что, ну я честно, я борюсь с этой ситуацией, и я говорю конкретно, как надо делать. И я так живу. Поэтому вы сейчас меня смотрите. И все, что у меня происходит, это всегда успешно. Я это доказываю. И все мои, так сказать, друзья, кто меня слушают, живут очень даже неплохо. Поэтому, так сказать, ко мне в этом плане претензий нет. Но не слушают миллионы. Миллионы живут, как они живут. А когда происходит катастрофа, коллапс, тогда, конечно, плохо всем и умным тоже, потому что вот это контекст. В этом смысле можете радоваться, потому что будет плохо всем и умным тоже. И это, кстати говоря, тоже один из поводов оправданий. и вот почему толпа соглашается на проблемы, на войны, на революции. Не устраивает, а соглашается. Почему? Потому что быдлу, черни, им приятно. Да, у них ничего нет, да, они нищие, но им приятно, что будет плохо всем. И тем, кто талантливый, и те, кто зарабатывают, работают, думают, одеваются и выглядят, всем будет плохо. И это единственное, как бы, вы знаете, возмещение лузеров. Вот быдлу, они живут этим. И вот сейчас я пишу ролик, замечательная, в общем, атмосфера, а в соседней там ресторанной комнате, там как раз я слышу вот такое мешающее быдло, которое не понимает, что катастрофа, не понимает то да сё. Это просто животные, которых бессмысленно родили, они родят такие же бессмысленных животных и так далее. Вот это и есть война уже. Эти все, когда несчастные мальчики на танках, это, это, ну, как сказать, театральная сторона войны. А вот это и есть война. Вот быдло, которое нас ненавидит круглые сутки, которое там соседи, в школе, и в институте, на работе и так далее, и так далее, серая масса. Вот это и есть те, кто ведут против нас войну. А какие-нибудь негодяи, политики, ими пользуются. Понимаете, просто пользуются. Даже не обманывают, а говорят, а смотрите, мы сейчас вам кость кинем, чтобы у вас был какой-нибудь парад, да, а вот этим будет плохо, думающим. И те, ну, просто счастливые, сидят в рванье, но абсолютно счастливые, потому что быдло. Вот, так что, дорогие мои друзья, я вас поздравляю с тем, что происходит, ничего другого не могло произойти, потому что меня не слушались, и сейчас послушали, кто-то восхитился, кто-то взбесился, и опять не послушаются. Вот это окончание очень важно, потому что не слушать, надо слушаться. желаю всем хорошим людям сохранить себя, своих близких, свою жизнь, желаю всем плохим людям пойти по пути, на который их толкают политические авантюристы, которых нельзя было пускать во власть, ну, и, повторяю, хорошие люди, вам счастье.